всем привет у нас 6 утра дождь а мы выдвигаемся в обсков все такси приехала едем на вокзал и так мы приехали на балтийский вокзал мы часто говорим вспоминали сколько лет мы здесь не были и 30 никуда отсюда не отбывали почему-то все наши маршруты только через московский вокзал последнее время мы на этом вокзале я часто раньше бывала а еще мы вспоминали как здесь продавались самые вкусные пирожки тошнотики да игорь поздоровайся пышечная была пышечная не помнял тошнотики были изумительные я это я не помню с левой стороны были были здесь были автоматы которые продавали газеты дальше были лотки с мороженым по правой стороне были пирожковые как ты все помнишь я единственная помню что когда мы с тобой владика ждали я тебя умоляла притормозить здесь и купить тошнотиков знаете как это беременных на разную еду тянет мне так захотелось этих пирожков с мясом жареных просто аж сил не было я помню что я сидела в машине а игорь бегал сюда покупал эти пирожки так куда нам с тобой смотри наша ласточка до пскова сегодня я правда посмотрела что вроде во пскове нормально должно быть без дождя как раз то самое гадость пришла под зонтиком идем дошельет все мы в ласточке ласточка не откидываются ты в ласточке нет не откидываются ты не в сапсане электричество ну все мы отправляемся в путь полтора часа отъехали от питера и вот оно солнце лука игорь так хорошо заснул дороге говорю может дальше поедешь но тем не менее мы приехали на все мы прибыли привет псков а мы не одни прибыли а мы не одни прибыли до вышли сразу достопримечательность так я загрузила по пути картам и в сми мы должны проживать здесь в отеле покровский девочки мне зрительница написали что хороший отель и вот я думаю либо нам сразу туда загрузиться а потом пойти гулять либо нам сначала пойти гулять посмотрите солнце существует мы когда сегодня из дома вышли надя я думала что все все очень плохо оказалось нет так мы решили сразу доехать до мирожского монастыря посмотреть фрески единственное что я прочитала в интернете что вход в монастырь возможен только в сухую погоду и вот неинтересно как эту погоду можно расценивать лужи есть но сверху не капает поэтому открыто будет или нет посмотрим ребят я не могу это не снять мы сразу говорит застали мы приехали к мирожскому монастырю очень красивая осень здесь нам показалось что даже более желтая чем у нас мы сейчас находимся в части езды от эстонии и латвии от этого не танцуешь и горьки играли что-то вы монастырь не спешите а мы увидели там внизу катера стоят хотим спросить может быть возможно покататься по реке потому что с теплоходами мы опоздали я вот не знала что надо их заранее было бронировать теплоход пусков есть и всего на него уже билетов нет позвонили и горшот открыт сказали что зима навигация закрыта потом они да по моим стояли а мы тут не пройдем ребят там забор а прекрасная золотая осень ася ась иди сюда набери листиков я тебя сфоткаю давайте тоже сфотографирую на фоне башенки на наш отель кстати за этой башней надежда на камешке устроилась посмотрела по карте это покровская башня покровская я когда вы такие строения вижу мне все равно сразу вспоминается либо крепость орешек либо старая ладога все в одном стиле строили наши предки так игорь у нас вломился через забор чтобы узнать можно ли покататься на катере он говорит знаете куда пришли я говорю нет он такой это водная полиция сейчас я вас прокачу надя что я сказала а я говорю сейчас надяго сейчас вот такого выводят в наручниках оттуда нет он говорит там у кремля есть такси водная говорит у них можно хорошо пошли монастырь до так но мы подходим к спаса преображенскому мирожскому мужскому монастырю надежде посмотреть фрески билеты по 250 рублей все в порядке пускают сегодня в понедельник не работает вход имейте ввиду обратили внимание на яблоневый сад здесь смотрите тихо спокойно это и есть собор с фресками смотрите вот видите закрыт для посещения в дождь бумажный туман снег и при повышенной важности выходной день понедельник санитарный день последний вторник месяца пойдемте интересно разрешат он снимать мне а ага можно ура двенадцатый век вот они фрески каменный крест 14 16 века оу оу красиво подождите ребята как они хорошо сохранились то ли двенадцатого века мы сколько разных видели храмов это наверное лучшая сохранность из того что я видела спаса преображенский собор мировского монастыря древнейший храм псковской земли да впечатляет 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 века оу и если на сердце вне больно и горе сно оу оу на помощь опять призываю оу Тебя, Царица Небесная, Царица Небесная, О Мать и Небо, и Земли, Услышь меня грешную и недостойную, От скорби болезней меня изведи. Так, друзья, я вот с впечатлением. Наверное, это самые прекрасно сохранившиеся фрески для всех, которые я видела. Я специально еще подошла, спросила, они точно без реставрации, да, говорят, в первозданном виде все. Ты замечательно вписался в местный пейзаж, Игорь Геннадьевич. Говорю, ты замечательно вписался в местный пейзаж. Ты подумай, как нам с погодой повезло, а? Да. Какие мы везунчики. Мы вообще невероятные везунчики. Храм святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана. 17 век. Пойдемте? Захожу. Ой, какие высокие ступенечки тут. У нас дома такие же были. Неправда. Не обманывай меня. А, юбки. Такой маленький. Уютный. Я так понимаю, что мы сейчас на берегу реки Великая. И держим путь в сторону Кремля. Псковского Кремля. Кром он, по-моему, называется. Сейчас перепроверю. Ну что, друзья, мы подошли к Кремлю. Он здесь называется Псковский Кром. Не детинец, как часто бывает. А Кром. Пойдемте гулять. О, колокольный звон какой. Лавочки, как всегда, при входе. Так, Игорь не успела заснять. Опять он здесь палки трогал. Я бы тебе вот такую лучше советовала вещь приобрести. Вот это более полезная вещь в семейном быту. Девочки, как вы считаете? Полезная вещь в семейном быту? Так он к палке уже прибежал, что я сюда и пришла. Вот это декоративная. Не, она легкая. Сувенирная, да. Ну, представляешь, вот так кому-нибудь заехать. Так, видим касса. Касса номер два. Так, мы нашли билеты на экскурсию. 300 рублей взрослые, 250 учащиеся. Экскурсия по территории Псковского Кремля с посещением Троицкого собора. Ну, вот мы и на территории. Сейчас у нас экскурсия будет. Хоть услышим что-то, да? А то кусками... Я читаю. У меня... Как это? Обычно говорят, в одно ухо влетает, в другое вылетает. У меня в один глаз влетает, а из другого вылетает. Ничего запомнить не могу. Поэтому пусть нам расскажут. Псковитянин. Я знаю только псковитянку. Псковитянина я не знаю. Красота. Ждем экскурсию. Сейчас как раз подождем экскурсию и узнаем. Я надеюсь, массу всего интересного. Все, наша группа собралась. Тут, ребята, смотрите, как есть. Мы сейчас находимся на территории Дагмунтового города. Здесь были ремесленные мастерские и так называемый посад. Вот. Это небольшая такая территория. Она незащищенная была от врага. Вот эта высокая стена называется Перс. Грудь. Самая высокая стена. С этой стороны река Великая. С той стороны река Пскова. То есть естественные защиты. И сам старый город Псков как раз за этой стеной образовался. Не Кремль он назывался раньше, а Кром, как я вам уже говорила. Кром – это укромное место. Здесь на территории в полтора огня было расположено 17 храмов плюс кладбище. То есть это, наверное, самая высокая историческая скучность различных объектов. И вот нам сейчас гид рассказал, что Псков ни разу военным путем не был взят. Потому что это самое серьезное крепостное сооружение. Даже, говорит, более серьезное, чем в Смоленске, в Москве и в Новгороде. В Великом Новгороде. Да, забыла сказать, что храмы, к сожалению, не сохранились. Вот такое огромное количество храмов. Потому что в 18-19 веках было приостановлено финансирование. И они оказались бесхозными и просто разрушались. И остатки сбрасывали в этот ров. Это стена реставрированная. Мы не видим настоящую ее, как она изначально была построена. Но она очень хорошо сохранилась в культурном слое. Просто мы ее пока не видим. Это произведение архитектора Смирнова. По-моему, к 750-летию Пскова сделано. Так, что нам еще рассказали? Интересно, что здесь никогда не были татаро-монголы. Зато очень активно принимала участие в Литовское княжество. То есть опасность от них была основная. Потому что Литовское княжество было очень-очень большое. И сильное. А мы сейчас идем к Троицким воротам. Вот эти Троицкие ворота. С той стороны еще были одни ворота. Забыла, как они называются. Вот нам сейчас говорят, что это все реставрация 19-20 века. Эта икона сделана на немецком заводе. Представляете, на немецком заводе сделанная мозаичная икона украшает вход в русский город. Город на Руси всегда должен быть огорожен. Гродно, говорят, да? Огороженный. Ну и здесь кром, потому что укромный. Кремлем, когда он сказал, стал называться в 16-м, по-моему, веке или в 15-м, когда название Кремль пришел. Стук информации дает наш гид, что у нас плавится мозг. Так, мы идем сейчас к Троицкому собору, но вот этот вид сложился только к началу 18-го века. То есть здесь все строили, перестраивали и заново строили. Мы сейчас находимся на площади, где проходили вечи, где решали судьбу Пскова, судьбу военных действий и так далее. Но это все не архитектурный слой, архитектурный слой под нами. То есть под нами архиерейские палаты, а под ней, под архиерейскими палатами, как раз эта самая площадь. И для того, чтобы у нас было хотя бы какое-то представление, как это все раньше выглядело, где шли советы, оставили вот эту площадь в таком виде, не стали раскапывать архиерейские палаты. То есть, смотрите, мы с вами стоим на вечевой площади, а вот это та самая стена Перси. Помните, я вам показывала ее? Огромная, высокая. И здесь остается только такая маленькая часть. Все остальное внизу архитектурный слой. Видите, вот эти контрафорсы, вот эти зеленые части, они держат этот собор от проседания, потому что он стоит не на подушке, не на цельном слое, а на остатках предыдущих храмов. И проседает. В Пскове мало очень теплых храмов, и в частности, вот Троицкий храм тоже холодный, а вот здесь был как раз теплый храм, который взорвали. Благовещеский храм назывался. А вот и взрослые подлинные, с белорусскими мотивами у Васильки. Заходим в собор. Подлинная решетка XVIII века. Ногами у нас метлаховская плитка. Ты моя Матерь, Царица Небесная, Ты мой покров, Ты надежда моя. И если на сердце мне больно и горе сном, на помощь опять призываю Тебя. Царица Небесная, Царица Небесная, О, Мать и Небо, и Земли, Услышь меня грешную и недостойную, От скорби и болезни меня изведи. Как трудно мне грешно терпеть искушения, Коварный, лукавый смущает меня. Лишь только с Тобою найду тишение, На помощь опять призываю Тебя. Царица Небесная, Царица Небесная, Твоим амопором меня Ты покрой. Какая я слабая, Какая я грешная, О, Мать и Небесная, Ты меня успокой. И спас меня, Мать и От вечных мучений И научи меня больше молчать. Здесь находятся мощи Книгини Ольги и Святителя Николая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, друзья, мы вышли из этого прекрасного собора. Мне внутри очень понравилось убранство. Особенно, когда под конец эти песнопения были. Вообще, конечно, за душу трогает. Вот, мы сбежали от нашего экскурсовода, ребята. Это фанат истории, археологии, реставрации, да. Это действительно человек, который безумно горит Своим занятием, да. Своим мыслям. Мы сгорели, да. Мне даже слов не подобрать, потому что Тебе прямо... Мы украли Игоря. Мы украли Игоря, потому что Он, по-моему, уже впал в какое-то коматозное состояние. Был зомбирован. Абсолютно зомбирован. Ну, то есть, кто интересуется серьезно очень историей, археологией, то, конечно, сюда, 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 вот к этому экскурсоводу, который... Андрей. Андрей, да, его зовут. Вот. Но... Архандарики. Архандарики? Да, мы идем. А вот туда. А тут... Мы просто сбежали и куда-то идем. Мне кажется, нам надо на выход. Нет? А там не выход? Мне кажется, там не выход. Пойдем все обратно. Нет, да. Нет. Я обратно не пойду. Да, мы хотим трапезную, точно. По-моему, она где-то тут. Да. Мне Ирина писала, что здесь трапезная хорошая есть, а мы не завтракали. Там чайхана какая-то. Пойдемте туда, пойдемте. Только не по газону, наверное. Ну, потому что ты в приличном месте, Игорь Геннадьевич. Вот. То есть, ребят, мы смеемся, конечно, но он нереальный специалист своего дела. Ну, устаешь слушать очень. В том плане, что когда для тебя это все... Масса непонятных слов, скажем так. Ну, вот. Тяжеловато. Но у нас экскурсия полтора часа была. Я думаю, что она сейчас уже и закончится, потому что сейчас мы пробыли на ней час двадцать пять. Поэтому мы ушли немножечко пораньше. И голодные в поисках трапезной идем. Надя, как ты четко ее увидела. Глаз-алмаз. Архандарик. Там какие-то люди поют. Соборная трапезная. Ох, как здорово. Ох, как здорово. Салатики. Столовая. Цены на оливье салат сто двадцать пять рублей. Крабовый салат стула. А с полка там тоже сто двадцать пять рублей. А я вот на псковские цукаты еще смотрю. Из окрепихи, из клюквы. Смотри. Из пиквы. Цукаты. Ага. Греческий салат сто восемьдесят рублей. Цукаты. Так, тут мало что осталось. Никаких рыб и котлет нет. Осталось пюре восемьдесят пять рублей. И борщ с солянкой по сто пятьдесят. Так, у меня солянка. Кстати, выглядит аппетитно. И оливье. Ну что, в итоге мы замечательно потрапезничали. Очень по-домашнему и вкусно. Так, мы пытаемся выйти на набережную. Спасибо. Подсказали нам. Спасибо. Так. Сейчас мы пойдем налево на набережную реки Велика. Красиво. Да, Надик говорит, а досмотришь, как Питер. Как будто не уезжали. Как будто где-то куда-то на крепость на нашу залезли. Высотные дома. Красивый вид, ребят. Очень. Мы здесь нафоткались, наснимались. Очень красивый вид. Пойдем сейчас выйдем на набережную. Ого, тут ступеньки. Спасибо, что они вниз, а не вверх. Да, спасибо, что они вниз, а не вверх. Слушай, Игорь, как крепостные стены. Все похожи. Правда? Все как по одному лекалу делали. Ребенок резвится. Да, ты знаешь, вот в крепости Орешек раньше была ровно такая же башня. Потом в нее ударила молния, и она сгорела. Вот такая деревянная была сверху пристройка на башне. И туда? Мы туда лазали, туда был открыт вход. В то время, когда она была открытой, мы залезали вот туда под самую эту вот. Там очень такая сложная лестница деревянная была, винтовая. А потом, наверное, лет 10 назад, да, молния ударила, и все. И нету больше пристройки. Да, это мы, наверное, вдоль Великой идем реки по набережной. Мы сейчас разговаривали с местными. Говорят, что вчера весь день здесь тоже лил дождь. А нам так опять повезло. Кстати, мы сегодняшние экскурсии усвоили, что вот эта белая штукатурка, это не для красоты делается, а для того, чтобы сохранить камень, из которого строились хламы. Так, мы обнаружили такси водное. С шашечками, акватакси, реально. Катаем в озеро на закат. Чудское, да, я так понимаю, на Чудское озеро. Только меня, знаете, что пугает? Они катают в озеро на закат. Я боюсь, что они вглубь озера катают. Под воду, под воду прямо. Они в озеро, видишь, катают на закат. Цена заклеена, кстати. Так, мы пытаемся понять. Вот часовню видим. По-моему, вот от этой часовни должен открываться как раз вид на Тройский собор. Так, вижу буквы «Россия». А дальше что? А, Россия начинается здесь. Узнали. Полчаса на такси пять тысяч стоит. Да, правильно, это часовня княгини Ольги, от которой открывается очень красивый вид на Тройский собор. Видите, купола здесь видны. Но мои ребята ленятся. Мы уже устали, честно говоря. Ходим, ходим, ходим. Наверное, не пойдем на эту сторону. Но, тем не менее, эту точку мы увидели. Ну, а мы держим путь в сторону нашего отеля «Покровский». Посмотрели 20 минут пешочком здесь идти. Пойдем по набережной. Так, мы похожи на центральную часть набережной. Мостик с замочками. Явно для влюбленных пар, да? Да, совет до любови. Смотри, Вика, Костя. Прелесть какая. А, здесь, наверное, желание загадывают. Да-да-да, тоже сердечки. Ребят, кто из Пскова? Здесь место для новобрачных, да? Ой, а там пупсик наверху. Да, сердечки. Ребят, здесь, похоже, место такое же, как у нас у медного всадника. А вон, смотрите, ребят, тут шезлонги. Ась, ты полежать хотела. Ну, иди покачайся. Качель дождалась, освободилась. Какое-то умиротворение здесь. Аська катается. Церковь Георгия Савзвоза, 1494 год. Я, кстати, в интернете прочитала, что во Пскове, по-моему, 47 церквей. И 10 из них под охраной ЮНЕСКО. Так, мы вышли к какому-то такому рынку, который называется Псковский пирог. Вау. Ярмарка, ярмарка. Сырые, смотри, колбасы какие-то. У нас такого полно. Игрушки. Смотрите, черный сыр, булочка. А, булочка с трюфелем. Как интересно. Посмотри, Игорь, булочка с трюфелем. Черный сыр. Я сама с собой разговариваю, как полная дурочка. Надя говорит, не могу привыкнуть, что ты сама с собой разговариваешь. А не сама с собой, я с вами разговариваю. Вот так вот, мы с тобой сядем на лавочку. Да. Вот так вот. Возьмемся за ручки. Будем пускать пузырики. На берегу озеру. На берегу озеру. Только тут два ёжика. А будет ёжик и медвежонок. Да, много вязаных игрушек. Нам надо малышам что-то привезти. Они же за нашей доченькой маленькой ухаживают. Ёжик. А, кстати, они из дерева всё любят. А всё может быть и ёжиков действительно. У нас такие Тёма с Настей, которые любят реально всякие интерьерные такие милые штучки. Какой-то поросёнок, это мишка. Мишка. А, вот и мишка, я думал, поросёнок. Мы только поросёнка видели. Милый штучок. Поэтому мы выбрали 10 номинаций. Ещё специальные призы от наших друзей. Чёрём-муховый чай на основе Иван-чая. Какие-то оригинальные. Не поросёнок, это я. Надя, я себя нашла, смотри. С себя. Это же я. Да? Да. С толстой области, как назвать Россией. Мне кажется, похожее так. Ну, посмотри, похоже. О, с ресницами. Смотри, какие яблочки в мету. Сразу хочу попросить варенья. Пожалуйста, не бежайте на наши шарики. Действительно было сложно. Они старались, выбирали как могли. Но все ваши пироги неоценимы. Мы вас всех благодарим. Это люди пекли пироги. Смотри, конкурс пирогов устроили. За то, что вы печёте, угощаете. Вы просто молодцы. Люди просто пекли пироги на конкурс, угощали. Все, видите, теперь выбирают, у кого пирог самый лучший. Здорово. Приём пирогов, заседание жюри и в 14 награждения. Так, это из воска, мёд. А вот тут ещё и выбрать пирог, который соответствует той или иной. Вот сбитень. Чёрно-смородина. Это, наверное, не то. Смотрите, вот сбитень. Черничная и чёрная смородина. Сделан на меду, он без сахара. Добавляется в чай или в воде разводится. Всё, покупаю нам. И чё мы с Настей? Владику ряд для оценят с Машей. А что им привезти отсюда? Старшеньки. А, вот такой Владику надо привезти. Он любит такие для... Да нет, он искал... Для машины. Он искал конкретный парфюм свой. Нет? Не оценит он. Ну, может, тогда им старшим привезти? А давайте мы ещё один возьмём. Третий. 200 рублей сейчас добавим. Всё, старшим тоже такой избитень купили. Мёд в соток не хочешь, Игорь? 200 рублей. Давай. Ну, спасибо тебе. А где Надя? Ага, всё это трагически, потому что, правда, очень хотит сделать... Ага, хребные сухари. Смотрите, это сыр, а это сидр яблочный. Не хочешь сидра? Нет. Спасибо. Так, кованые вещи. Вы что-то нашли? Покажи, покажи, покажи. Котик какой, котик. На память. Правильно. Что за тебя, как ты, щедрое вскоре, принеси пирог, угостили весь город? Так, хотя бы... Это, это я знаю, это из-за дракона. Да? Смотри, белый и чёрный есть. Да, это из мальчика. Кто-то замучился, загуляли кого-то тут. Приземлиться? Да. Да. По дороге уехала. Вообще, на самом деле, Надь, сегодня совершён геройский поступок. Игорь Геннадьевич стал в 5 утра. Я вообще не... Для того, чтобы приехать в Псков, ты представляешь? Нет, не представляю. Чтобы он встал в 5 утра. Ради Пскова. Ради Пскова. Это как он хотел сюда приехать. Он встаёт в 5 утра только на самолёт, если мы летим куда-то. Всё. Больше его невозможно заставить это сделать. А я и думала, что вы поедете на машине, что можно хоть немножко припасы и выехать там. Нет, я сама удивилась. Я говорю, ты знаешь, что там без 5-7 поезд, ну электричка. Говорит, ладно, поехали. Так, тучки, вы, пожалуйста, подождите пока, хорошо? Мы тут посидим, отдохнём. И тут пошёл дождь, которого не обещали. Мы решили пока перебраться в корону. Выпить по бокалу шампанского, если хочет. Отметить приезд. И мороженое съесть. Марина туда. Марина туда идёт. Девочки, у нас найдут? Спасибо, спасибо. Что такое? Ты сейчас так заберёшься, что нас не найдут. А вот для них будет квест. Заходи. Сюрприз будет, да? Для них будет квест. Прекрасный. Прекрасный день. Замечательный день, спасибо. Сану-будрится. Ну что, заперуешь шприц? За Псков. За Псков. Надечка, ты, кстати, спасибо, что нас вытянула. Спасибо. А как хорошо, что вы согласились. Не то слово. Не то слово. Сейчас сидели на лове. Можно сказать, оторвало меня от газобетона. От газобетона оторвало. Я чувствую себя спасителем. Не то слово. Человек сегодня не занят газобетоном. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Так, пока у нас зашло по одному бокалу Апироли. Выглянуло солнце. Отлично. Мы решили, что нам все-таки надо дойти до отеля. Время пятый час. Время пятый час. Мы еще до туда не дошли. Ну, а мы с вами встретимся чуть позже. Увидимся.